Почти два года назад, летом 2021 года, меня вновь посетила Касио Болезнь. Никогда не было и вот опять, как говорится. Такое уже на самом деле случалось в моей жизни. Мне в определенные периоды кажется вдруг, что G-Shock'и это лучшие в мире часы. Они не такие супер дорогие, они неубиваемые и вообще стильные, модные, молодежные. Вот классно бы иметь кучу G-Shock'ов на все случаи жизни. И так и получилось. Летом, осенью, ну немножко зимой я планировал вот так. Вот этих G-Shock'ах я поеду на море. А вот этих я поеду на турбазу выживать возле мангала. А эти надену вечером, когда с друзьями пойду на набережной гулять. А вот это эдифисы. Эдифисы на кожаном ремешке буду носить зимой под свитер. Там прям все было расписано, наполеоновские планы. Но как правило, когда я собираю какое-то определенное количество часов, вот этих вот желаемых, мне потом становится скучно. Ну, некоторое время, конечно, радуюсь безумно. И потом, а что дальше, возникает вопрос. Копить на какие-нибудь дорогие MRG, MTG, вот эти G-Shock'и, полгода собирать на них деньги или даже больше. Ну, это особо не в моем стиле. У меня уже были стальные 400-е G-Steel'ы, а 500-е еще не вышли. Я, то есть, позакрывал вопросы по многим своим хотелкам. Потом мы приехали в Скорпат, и наступила февральская депрессия. И я обратился к Seiko, потому что это что-то новое. Ну, у меня были Seiko и Seiko кинетики. Ну, однако, вот серия Prospex, это что-то были для меня как G-Shock'и на максималках. Когда я понял, что это тоже серия для таких вот активных там путешественников, всяких там людей, которые на горы лазят и возле мангала выживают. Все. И моя стрелка переключилась с G-Shock'ов на Seiko. G-Shock'и пошли все с молотка. Я помню, когда я выбирал первое Seiko, мне хотелось вот что-то такого. Я даже на часовом форуме сделал тему. Исторического какого-то корпуса легендарного, нормального механизма. Ну, в целом, выбирал часы для себя, да, хорошие. Но легендарный корпус, это прям вот был ключевой момент. Я даже выбирал между черепахой, альпинистом и вроде бы тогда еще самураем. Хотя самураем нельзя назвать легендарным корпусом, он появился недавно. Но тунец еще там. Короче. И мне тогда писали, нет, чувак, самый легендарный корпус, это все-таки капитан Вилвард. Потому что черепахи уже как бы пошли от капитана Вилварда. Но я же тогда не знал, что на самом деле уже планируется к выпуску или выпустилось на то время вот переиздание самого, прям самого легендарного дайвера японского, да, первого на самом деле, который называется Seiko 62 Mas, выпущенный в 1965 году. Это в принципе первый японский дайвер. То есть Seiko, да, не Citizen, там, не кто-то еще, именно Seiko были пионерами в японских дайверах. Если бы я тогда увидел эти часы на витрине и была бы возможность выбрать, я, наверное, да не наверное, а 100% выбрал бы их, потому что более легендарного дайвера. Вы же понимаете, что тунцы вот эти вот в титановом корпусе, это все уже было после, после. А с самого начала был 62 Mas. Ну, в общем, легенда, прям легенда легендарная, легендой погоняет, тут как бы ни дать не взять. Давайте же смотреть на них поподробнее. Какие есть нюансы, что интересно вообще из себя представляют эти часы. Коробочку даже показывать не буду, она прям самая обычная. А вот часики заслуживают внимания. Они не относятся к категории часов, которые бросаются в глаза на витрине. Нет, это такой серый кардинал, в принципе, на него ты внимания особо и не обращаешь. Да я скажу больше, какие-нибудь пестрые ориенты с переливающимися там зелеными и синими циферблатами, Mako, Ray и вот эти все Камасу, они могут даже выглядеть более как-то интересно, если вот на витрине в общей массе. Но, когда ты берешь эти часы в руки и начинаешь их рассматривать более детально, а не с расстояния там в метр или в полметра, ты понимаешь, что это именно то самое. Внимание к деталям. И это то самое, за что вы платите, ну, условно говоря, полторы тысячи долларов. И если вы платите эти деньги, то часы должны быть как минимум без каких-либо компромиссов. А как максимум еще с какими-то плюшками. Вот об этом давайте поговорим. Что вы получаете, кроме легендарнейшего корпуса переиздания часов 1965 года. А на самом деле получаете, друзья. Итак, всем щербеты, кстати, по-моему, не поздоровался с вами. Проткните императорский лайк, если вам не сложно, ну, вам, я думаю, не сложно, а мне приятно. Ну, и мы начинаем. Значит, начинается все у нас. Понятное дело, театр с вешалки, часы с циферблата, стекла и безеля. Безель здесь уже стальной, не с алюминиевой вставкой, понятное дело. Есть бусина на 12 часах. Ну, потому что это сертифицированный хронограф по ISO 6425. Поэтому здесь все вот эти дайверские атрибуты обязательно должны быть. Однонаправленный безель на 120 щелчков. Очень приятный. Послушайте. Такие приятные, классные щелчки. Супер. Люфт, кстати, ну, присутствует, но он небольшой. Бусина с люминофором. Люминофор здесь сейковский фирменный. Люмибрайт, понятное дело, используется. Какой же еще? И вот такое вот выгнутое сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Серый такой графитовый асфальтовый циферблат и такого же цвета безель. Мне нравится. Вы помните, в прошлых часах Orient Star я говорил о том, что серый цвет входит в моду. И вот этот еще подтверждает случай, то, что все это выглядит достаточно интересно. Оно как-то не пошло, не приедается. Да, возможно, нет вау-эффекта. Однако, такие часы будут гораздо меньше вам надоедать, когда вы их будете носить. Накладные у нас меточки идут. Также есть на секундной стрелке метка. Светятся часы. Обратите внимание, даже не нужно относить их в темноту, чтобы сфотографировать. Вот как протестировать, качественный люминофор или нет. Вы при дневном свете делаете вот так. И обратите внимание. С этим все понятно. А что же у нас по корпусу, друзья? И здесь уже завезли отделку. Да, не какую-то там простую, а полировку за рацию. Да-да-да, друзья. Это та самая полировка рисовой бумагой, которая делается исключительно очень узким кругом ценных специалистов. То есть, обычный китаец даже за хорошие деньги такую полировку сделать не сможет. И я вот, когда смотрел интервью с каким-то там, ну, очень знаменитым таким часовым сервисным центром, которые делают практически все. И у них спросили, а вы можете сделать за рацию полировку? И он сказал, мастер, нет, мы не можем сделать за рацию. Мы можем сделать, ну, под за рацию. Типа, практически за рацию. Да, поэтому это действительно приятно, что вот часы, которые мастер сидел и достаточно долго над вот этими вот, ну, всего двумя полированными по сути гранями на корпусе. Да, здесь площадь за рацию небольшая. Но это трудоемкий процесс и это приятно, друзья. Обратите внимание, кстати, как интересно сделан корпус. Сверху у нас сатин, потом узкая полоска с достаточно такой резкой гранью за рацию. Дальше опять идет сатин. Это очень интересно и выглядит круто. Да, вот смотрите, как будто под линейку это все сделано. Ну, выглядит просто очень круто, друзья. Заводная головка здесь, естественно, завинчивается. Дайверские часы 200 метров, водозащита 200 метров, сборка, понятное дело, только в Японии. И не сказать, чтобы какой-то очень навороченный браслет, но отличного качества. Здесь тоже сатинированное все, боковые части заполированные, но браслет тоже очень хорошее впечатление. Вы посмотрите, оставляет. Плюс здесь применен поверхностное уплотнение металла от Seiko фирменная технология, которая называется Dia Shield. Это значит, что мелкие вот такие паутинкообразные царапины от воздуха и от манжет, там, рубашки или куртки, они ловить не будут. Вот эти все фишки, которые вы получаете, я сейчас перечисляю, выкладывая за эти часы полторы тысячи долларов. За рацию, Dia Shield, это уже интересно на самом деле. Застежка здесь тоже, я так понимаю, я даже еще не видел. Понятное дело, не штампованная. Застежка летая у нас здесь. Так, пленочку я здесь снимать не буду сзади. Потому что часы не мои, крайние звенья тоже у нас литые. Завинчивающаяся задняя крышка. Стейл, стил, сапфир, кристалл. Ну, здесь, в принципе, все понятно. Обратите также внимание, что диаметр часов достаточно небольшой. На моей руке в 17,5 см диаметре они смотрятся достаточно хорошо. Вот так вот они смотрятся. Еще, кстати, момент, который я хочу озвучить. Что у многих обзорщиков, вообще, кстати, крайне мало русскоязычных, украиноязычных обзоров. Вот видите, где у нас окошко даты, есть дополнительная накладная меточка с люминофором. А на некоторых вариантах этой накладной меточки нет. Даже на фотографии на сайте этой меточки тоже нет. Поэтому имейте это в виду, когда будете заказывать часы где-нибудь. Обращайте внимание, либо спрашивайте у продавца, если для вас это важно. А что же с механизмом спросите вы? Механизм здесь установлен тоже уже не базовой версией. Здесь уже стоит 6R35, 24 камня и запас хода 70 часов. В механизме уже использованы некоторые наработки, которые используются в Grand Seiko, уже в премиумной линейке. Такие, как облегченные анкерная вилка, анкерное колесо, немножко уменьшенный в диаметре баланс, чтобы часы могли похвастаться запасом входа в 70 часов. Сейчас мы их проверяем в данный момент на точность. Здесь вы видите график, который показывает, как они точно идут. Примерно такие дела, друзья. Не забудьте проткнуть ваш императорский лайк. По ссылочке в описании 10% по промокоду РАЗОК на все часы на сайте Монтре. С вами был и я, он и тот самый еще разок. Увидимся. Покеда. Субтитры создавал DimaTorzok